Ну что, ребята, мы приехали, вот наш автобус, сейчас будем постепенно, потихоньку спускаться вниз. Так, ребята, надо заснять автобус, чтобы я не забыла. Мы тут 3 часа где-то будем гулять. Вот, и спускаться вниз. Что, тут перекрыта дорога, наверное. Старно. И там машины останавливаются, странно. Все, ребята, идем гулять. Сейчас я подожду еще некоторых людей и пойдем. Итак, ребята, мы с вами направляемся в Фельдман Экопарк. Это многосторонний благотворительный проект, который объединяет в себе заботу и помощь животным. Терапию для детей с особыми потребностями, реабилитационную, научно-исследовательскую и образовательную базы. А также для сух, для тех, кто любит природу. Фельдман Экопарк – это огромный комплекс, в котором мы сегодня с вами побываем. Он находится на территории леса. Это так красиво, мне кажется, особенно осенью. Хотя и в любую пару года можно найти что-то свое, что-то интересное. Нам до этого рассказывали о том, что если какой-то минус, какая-то определенная температура, обезьянок одевают даже в специальную одежку. Это, мне кажется, очень красиво и весело. Особенно для деток. Сегодня мы с вами посмотрим маленькую часть. Мне кажется, даже это малейшая часть территории, потому что парк действительно огромный. Все пройти за три часа невозможно. Ну, может быть, если не снимать, если не задерживаться в клетках с животными, то он тогда да. А так нет. Лично я дошла только до конного дворика. И то я же говорю, что все пройти просто невозможно. Поэтому этот парк очень красивый и замечательный. Недавние трансляции я сравнивала его с Межигорием. Действительно, очень похожее. Отличие в том, что здесь вас не возьмут денег за вход. Здесь могут прийти все с 8 до 5 вечера и насладиться красотами. Кстати, мы попали именно в тот момент, когда в парке проводилась выставка Хризантем. И можно было набрести на разные скульптуры из этих цветов, монументы и так далее. В этом парке запрещается в основном, что можно сказать, что запрещается. Вот видите, красивые цветочки. Это кормить животных. Действительно, нельзя. Зато можно купить корм специальный. Ну, и себе вон покушать тоже можно купить, как вы видите. Да, то есть здесь в основном деньги берут за то и, наверное, зарабатывают и ухаживают за парком в счет того, что на территории очень много кафе, очень много разных заведений, где можно покушать, отдохнуть, посидеть. И животных тоже можно покормить. В дальнейшем вы увидите. Моё видео будет разделено на две части. Я постаралась снять для вас максимально возможную информацию, да. Все подробности, которые вам будут нужны для того, чтобы добраться к этому парку и так далее, я оставлю ссылочку. Под этим видео и под следующим на сайт именно Фельдман Экопарк. Здесь разные варианты, как можно добраться, как можно стать волонтером, как можно работать в этом экопарке. И даже можно стать опекуном какого-то животного. Я думаю, это вам будет интересно. Поэтому дерзайте, а мы дальше с вами пойдем смотреть, что же здесь есть еще. И так совсем скоро мы увидим хищных животных. И сейчас я хочу вам показать, что здесь можно найти своего друга, который не забрать. Какого-то котенка или щенка. Все по вашему желанию. Таким образом вы можете новой жизни отнести. Итак, где здесь, конечно, много? Много животных. Первым был лемур, но, по-моему, он спрятался, да. Его не видно здесь. Смотрим дальше, что же здесь есть. А тут у нас такой маленький красивый зверек. Боже, какие большие ушки. Как хорошо он, наверное, слышит, что же это такое. Кстати, есть надписи возле каждого животного. И можно увидеть, кто находится. Здесь это Феник. Какой прикольный зверек. Тоже сможете прочитать больше о нем уже на сайте Экопарк. Продолжение следует... Продолжение следует... А кто же у нас это так сладко спит? Дидор Амурский. Утром, ребята, много животных спало. Мы приехали действительно часов в 10 утра. Поэтому многие еще принимали прекрасные сны. Но хочу сказать, что, может быть, действительно что-то дают животным для того, чтобы они вот так вот спали. Вот, вон он спит, хорошенькая, большая киска. Очень хорошо оборудованы клетки. То есть животное живет, по сути, в своей среде. Да, ограниченное, но в своей. Вот, тигр бенгальский белый. Ага, это у нас был белый тигр. Амурского мы не встретили, извините, я перепутала. Вернее, его не было. Может быть, куда-то животных отвозят на реабилитацию, я не знаю. Вон бенгальский, наверное, тигр спит тоже, да? А, нет, это львы, по-моему, да. Такое под камни, очень красиво. Какие котята. Представляете, такого котенка дома. Были бы многие рады, наверное, особенно соседи. Очень-очень много людей, было, конечно, некомфортно. Но без этого никак. Это лев белый, видите, вот там спит. Лев, наверное, со своей львицей. Очень так трепетно спят. Ну что, ребята, идемте дальше. Вот такие, кстати, вон цветочные композиции можно было встретить. Или вот такие вот фигуры стоят по всему парку, экопарку. Вау, какие колючки спят. Это ежатекс. Ну, не знаю, как будут на русском, честно. Ой, кролики. Тут детки рисуют свои картины. Специальное место тоже есть. Что же здесь есть еще? Очень много вот таких вот клеток с закрытых стеклом. Это тоже хорошо. Так, бенгальская кошка. Боже, это моя любовь. Я поняла, что я хочу себе бенгальскую кошку. Но это, конечно же, хищники. К сожалению, вот она. Таких дома не заводят. Ну, или заводят в каких-то, наверное, больших домах. Там, я не знаю. Миллионеры какие-то. Бабаку, сейчас быть здесь, чинемах. Многих тоже подписаны клетки. Но, к сожалению, животных не было. Наверное, где-то что-то. Чернохвостые лучи собакам. Шиншилла. Да и же вы все. Все попрятались. Вон, шиншилка сидит маленькая. Восточный кот. Тоже, наверное, где-то спрятался. От нас, к сожалению. Ребята, посмотрите сами, какая шикарная территория. Поэтому я всем советую, рекомендую приехать хотя бы ненадолго. Или если ехать в Харьков, прежде всего посмотрите этот парк. Черные лебеди. Это просто невероятно шикарно, красиво. Очень много можно слов сказать. Приезжайте, смотрите во очи. И вы на самом деле почувствуете, какая это энергетика, какая это сила. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас, ребята, мы с вами посмотрим на одних из самых моих любимых кошечек Ягуаров Насколько я понимаю Вот, как они дерутся, как они общаются Все очень-очень милые животные И красивая расцветка Это просто Знаете, есть такие вещи, да, делают под животных На настоящие цвета И принты не передать Смотрите, какие классные милые кошечки Думаю, вам тоже бы они понравились Как естественно он нервничает Входит, что-то ему не нравится Рычит Кайф Знаете, если бы такой экопарк Или подобный парк был в Днепре Я бы, наверное, с удовольствием там бы Работала даже волонтером То есть не за какие деньги Это такой кайф Ухаживать с животными Просто проводить время В таких местах Сейчас посмотрим Что же есть в этой клетке А ну, а ну Диадок Кто это такое? Или это не название? Я скажу, много клеток пустых Вот Там что-то маленькое чешется Что это? Здесь есть надпись Но, видимо, я ее пропустила Очень много людей И вообще Я теряюсь, когда много людей Поэтому Простите меня Вот Эта клетка, по-моему, была пустая Если я не ошибаюсь Да Эта клетка Пустая Кроме листиков пуска Там ничего нет Давайте посмотрим дальше Что же здесь есть Боже, какие маленькие милые зверки Едят мясо Едят сырое мясо Посмотрите Вау Все очень красиво Особенно хвостик Вон один спустился Все очень классно Все живое Все живое Субтитры сделал DimaTorzok 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 А здесь очень много птиц Разных видов И самки, и самцы Интересно, наверное, в брачный период Их как-то рассаживают Куда-то, да? Не могут же они все вместе Будет такая огромная Огражденная территория Именно для этих птиц Вот таким образом Можно кормить всех животных Покупать специальный корм И давать животные Едят прямо с рук Не кусают никого Мне кажется, это очень классно Особенно для деток Ну и для взрослых тоже Во всей территории Расположены специальные Такие варечки Где можно купить эту еду Но если вы не найдете Можно спросить у работников Этого акопарта Где купить Что можно давать Своё принесенное, конечно же Давать нельзя Смотрите, как они с аппетитом едят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok